Опять вспомним, чем мы занимались до этого. Снова вам покажу эту картинку, где написано пять подходов к построению искусственного интеллекта. Вспомним, что мы больше всего сейчас говорили про символистов, то есть то направление, которое связано с логикой, то есть с логическим выводом. Также мы будем с вами рассматривать еще четыре других направления. Это те системы искусственного интеллекта, которые действуют по аналогиям, по прецедентам, те, которые базируются на основе теории вероятностей, теории естественного отбора или поиска целенаправленного, и конактивисты, которые собирают из маленьких кусочков сложное поведение. Вот мы пока с вами говорим только о таком наиболее распространенном, наиболее понятном, хорошо разработанном направлении, связанном с символистами, то есть формально логическим выводом. И мы с вами поговорили про то, как вообще в целом системы искусственного интеллекта сейчас строится, что это наборы сервисов, среди которых, грубо говоря, в одной системе искусственного интеллекта может быть много разных комбинаций из вот этих пяти направлений. Но организующее начало, как правило, дается символистам, то есть формальной логики, просто потому что большая часть системы искусственного интеллекта принимают некоторые осмысленные задачи, решают. А любая осмысленная деятельность, в том числе и человеческая, она следует некоторым набору правил, то есть определяется некоторыми нормативами, регламентами, законами, конституцией. То есть люди привыкли организовывать свою деятельность через наборы правил. Поэтому системы формально-логические, они исторические, как правило, первые появились. То есть попытка автоматизировать принятие решений через описание этого процесса принятия решений, как наборы правил. Правила по принципу «если то». Если там погода хорошая, то там едем за город и так далее. И мы с вами уже обсудили, что правила системы искусственного интеллекта современного настроятся с таких нескольких уровней. То есть есть уровень данных, то есть подсистема, которая просто данные собирает. Есть уровни отдельных компонентов. В частности, мы говорили о бизнес-правилах, хотя здесь бизнес, скажем, в кавычках. То есть, как мы с вами рассмотрели на одном из примеров, бизнес-правила могут, например, описывать то, как функционирует кондиционер. Какой-нибудь умный кондиционер, который понимает, что есть в помещении люди или нет. Если люди есть, значит, надо побольше воздуха подогнать. Если нет, то можно, в принципе, отключиться и не тратить энергию. Вот. То есть, в принципе, бизнес-правила – это не только правила, связанные с бизнесом, это еще и, в принципе, в западной литературе бизнес-правила – это все, что относится к доменной области. Я бы, наверное, сказал, что это правила доменной области, скорее. То есть, чем бы вы ни занимались, какие-то будут фигурировать правила. То есть, аналитики будут составлять некоторые наборы правил, с помощью которых описывать поведение вашей системы. Как раз и есть бизнес-правила. Вот. И мы с вами останавливались в первую очередь на вот этой части сейчас, потому что мы рассматриваем это формально-логическое направление. Вот. Но в то же время говорим, что есть, да, еще и остальные направления, которые тоже играют роль вспомогательную, пусть и вспомогательную, да, то есть они используются для того, чтобы принимать некоторые решения по правилам, да, предоставлять исходную информацию для правил. Вот. Но, тем не менее, фишка многих систем может состоять как раз-таки в этих блоках. То есть, правила могут быть простыми, но при этом смысл, как бы основная фишка системы, да, и ее особенность в том, что именно используются вот здесь сложные блоки, которые, по сути, обрабатывают данные. Вот. Ну, и дальше, там, при принятии решений, это движки выполнения правил, которые могут позволяют часто еще и подключать внешние сервисы, которые могут реализовывать отдельные компоненты вот этих алгоритмов специфических, там, нейронных сетей, там, спортфектор машин, там, байсовские сети и так далее, которые решают уже какие-то частные задачки, там, например, скоринг или распознавания изображений. Вот. И, в целом, принимая решения, значит, есть тоже какие-то сервисы, которые выполняют действия. Например, если это кондиционер, то включение-выключение. Если это какой-то искусственный интеллект, который, там, принимает выдавать, не выдавать кредит, принимает решение, то, соответственно, какое-то там решение или почта или уведомление человеку, который непосредственно объявляет решение. Вот. И, таким образом, вот эти решения, они снова воздействуют на внешнюю систему, да, меняют данные, данные приходят снова, и цикл замыкается. Это такая общая схема искусственного интеллекта, то, как он может быть организован, ну, и чаще всего так он и организуется, таким образом. Вот. Также мы с вами посмотрели один из движков, опенсорсных, по крайней мере, так, который есть возможность бесплатно поиграться с ним. Вот. Он, соответственно, посмотрели, из чего они состоят, да, то есть это, как правило, три нотации, три вида нотаций. Это в основе лежит процессное описание системы, то есть ваша система, как набор процессов. То есть, если, например, это какой-то кондиционер, то там процесс один. Это поддержание температуры. Если это какой-то, например, как мы рассматривали, там умный корабль, у него там будет довольно много процессов на все случаи жизни. Там вот процесс судовождения и заканчивая там процессом поддержания температуры в каютах. То есть, какие-то отдельные задачи, они дробятся на процессы, на бизнес-процессы. Соответственно, основой становится описание этих бизнес-процессов, то есть реакция. Происходят некоторые события или, например, событием является триггер, который там раз в час, например, срабатывает, то есть какое-то событие по расписанию, которое запускает процесс, и этот процесс описывает, что нужно сделать. То есть, там, сходи туда, посмотри на это, сделай вот это, там, прими решение, собери данные, вот, то есть выстраивай некоторых процессов. Также мы посмотрели, что не всегда бывает удобно описывать какую-то активность с помощью процессов, поэтому дополнительно вводятся еще другие нотации. Ну, вот мы больше посмотрели DMN-нотацию, то есть это вот то, что как раз относится больше к этому формально-логическому подходу в целом. Процесс тоже это некоторое формально-логическое описание. Но все-таки к искусственному интеллекту больше относится уже Decision Management, то есть Decision Model Annotation, то есть моделирование принятия решений и нотация, которая позволяет описывать. Вот, она чаще всего сводится к набору вот таких табличек, где вы описываете набор правил. То есть у вас описываете, какие входы в вашем правиле, каким критериям должен каждый вход удовлетворять, и описывая комбинацию вот этих вот, вы получаете, что нужно сделать. То есть Output, посчитая вот это, вот это будет таким-то, это будет таким-то. Вот, и дальше там есть еще отдельный способ, да, то есть либо результат вот этой работы, выходы, да, они направляются дальше по процессу, куда действовать, либо вот такие точки принятия решения, они иерархически организуются. То есть выходы вот этого подключаются к следующему блоку принятия решений, и таким образом описывается процесс принятия решений. Значит, это такой наиболее простой способ описания логики. Вот, и здесь, например, пока еще не очевидно, здесь, собственно, искусственный интеллект. Вот в таких простых примерах его, естественно, нет, это просто автоматизация бизнес-процессов, которые, возможно, кому-то из вас уже хорошо знакомы, тем, кто с направления по информационной технологии в бизнесе, вот, кому-то, может быть, не очень. Вот, но, тем не менее, идея очень простая, это табличка с правилами, процессы, и дальше все это упаковывается в сервис. Вот, как мы посмотрели, в одном из занятий, как, собственно, выглядит приложение, то есть сервис на базе вот такого, такой вот системы. То есть, как правило, основной интеллектуальный ваш труд при разработке таких сервисов, таких приложений, это моделирование самого процесса в специальном редакторе, то есть описание таких булочков, то есть разложение логики на процессы. И затем в этих процессах выделение точек принятия решений и описание этих точек принятия решений в виде таблиц правил. Это довольно простая система с точки зрения искусственного интеллекта, я имею в виду коммунда. Я пытался докопаться до того, как, например, используя табличку, принимается решение, но нигде на явном виде это не прописано. Скорее всего, там достаточно простой алгоритм, то есть просто перебором, проверкой всех возможных вариантов принимается, как бы подсчитывается выход. Вот, когда правил довольно мало, то в целом это приемлемый вариант. Вот, если же у вас таких правил становится несколько сотен в одной точке принятия решений, и при этом количество сущностей, которые нужно обработать, у вас становится там несколько тысяч, миллионов, то, соответственно, вот такой простой подход, где вы просто берете, по порядку все правила проверяете, он не срабатывает по двум причинам. Во-первых, у вас, ну, если брать, уже теперь представить себе, как человек себе принимает решение, у него есть определенный контекст, ситуация, в которой он существует, соответственно, в этой ситуации она меняется немгновенно. То есть есть некоторая предыстория того, то есть решения принимаются в потоке. Если здесь это просто у вас есть некоторый триггер, он формирует данные и принимает решение только на основе этих данных, то в реальной системе интеллектуальной у вас, как правило, есть еще некоторый контекст, в котором находится система. То есть та предыстория у системы, которая есть, то есть некоторое состояние, как это память появляется, что было в предыдущий раз, например. Вот. И, как правило, правила завязаны на памяти. То есть там, если пять минут назад мы видели, что идет дождь, то, скорее всего, на улице плохая погода. То есть вам не обязательно там спустя, вы посмотрели в окно, и через полчаса вы можете в целом с определенной долей вероятности принять решение о том, стоит ли вам идти гулять или нет. То есть вы полчаса назад посмотрели на улицу, плохая погода, ну, наверное, вы не побежите, если потом через полчаса вы захотите подумать, вот хочу я пойти гулять или нет. Вы не обязательно побежите в окно смотреть, есть там дождь или нет, как по бизнес-процессу. А вы, например, вспомните, что да, у вас был дождь, поэтому, наверное, я не пойду гулять. Вот. Это такие простые примеры, да, что вот не всегда просто текущая ситуация может позволить вам принять решение. Вам нужно еще смотреть в историю, смотреть в память, и когда появляется вопрос памяти, появляется вопрос контекста, в котором вы находитесь, то есть той окружающей ситуации, которая существует, которую вы помните, то резко размерность задачи увеличивается. То есть, например, если в такой простой, простом процессе у вас там был только вход, то есть кто-то вам прислал запрос, и вы приняли решение там выдавать кредит, не выдавать, списывать деньги, не списывать, то, например, представьте, что вам нужно анализировать в целом. Вот у вас есть банк, у вас есть там 50 миллионов пользователей, если это какой-нибудь Сбербанк, и вам нужно балансировать вашу систему кредитования, то есть, например, понимать, можете вы сейчас пойти на риск или нет. То есть, в соответствии с тем, какие до этого бы выдавались кредиты, то есть их предыстория, какой у вас портфель кредитный, то есть у вас есть уже некоторое состояние текущее, которое тоже влияет на принятие решений. Вот это состояние может описываться сотнями, тысячами, миллионами различных ситуаций, исходных данных, которые нужны, и все эти данные нужно анализировать с помощью правил. То есть, таким образом, размер значения резко увеличивается. И там уже просто, если перебором начинать все правила перепроверять каждый раз, когда вам нужно принять решение, это становится там очень длительным процессом, который ни в какие разумные рамки укладываться не будет. И особенность этого процесса в том, что у вас 99, там 9, 9, 90% данных не меняется. Они у вас остаются прежними. То есть, ваша вся предыстория, ваша ситуация, она меняется очень плавно. В реальной жизни не бывает так, что вот вы ничего не знали и сразу все узнали. Принимаете решение. Как правило, у вас знания накапливаются постепенно о текущей ситуации. И решения вы тоже принимаете постепенно. Кроме того, у вас еще и правила могут в процессе меняться. Вот. То есть, я пытаюсь сейчас подвести к той ситуации, да, что простой перебор правил, как здесь нарисовано, тут 5 правил, да, и всего один вход. Вот, да, наверное, здесь просто можно перебором в цикле там пройтись, да, и проверить каждый вход, чему он равен, и понять, какое из этих решений нужно принять. Вот. Но если у вас процесс принятия решения, он непрерывный, то есть, немножко другой подход, да, когда у вас есть просто огромная база, описывающая текущую ситуацию вокруг, там, какая где температура, есть там люди, нет людей, то есть, у вас, например, здание вы целое автоматизируете, у вас там куча комнат, куча кондиционеров, вот, и вам нужно принимать какие-то решения, да, то в этой ситуации при этом еще нужно как-то предысторию смотреть, то есть, там предугадывать, что, типа, если недавно был человек, то, наверное, не стоит сразу отключать кондиционер, потому что он может вернуться, например, еще. Вот. То есть, такого рода ситуации, вот, в этом случае уже сплошной перебор правил. Каждый раз, когда вам нужно принимать решение, решение нужно принимать постоянно, там, не знаю, каждую секунду, например, то такой перебор, он просто становится неэффективным, потому что у вас просто не хватит учителей мощностей, чтобы все это проверять. Вот. И люди, соответственно, тоже начали думать, вот, как такие задачи решать, потому что человек, он при, например, подошел к окну, посмотрел на погоду, он не начинает, там, заново проверять все правила, там, со своего рождения, которое он накопил, есть свой опыт, для того, чтобы понять, идти ему, гулять или нет. У него система работает немножко по-другому. То есть он отталкивается от того, что он видит в текущий момент и пытается понять, как, какие, ну, как бы принимает решения, исходя из того, что он видит. То есть ему поступила новая информация, он на основе этой информации, ну, по сути, срабатывает некоторая ассоциативная память у человека, которая активирует те или иные правила, которыми он следует. То есть если вы там видите несущийся на себе автомобиль, вы не начинаете там применять правила к тому, как вам сходить в магазин, например. Вы сразу же активируете те правила, которые связаны с безопасностью, с автомобилем, и вы сразу же понимаете мгновенно, что вам нужно в сторону отпрыгнуть. Вот. То есть это вопрос такой уже более интересный, чем просто там описать бизнес-процесс и сформулировать правила. Вот. Тут уже идея в том, как построить систему, которая будет, например, действовать по ассоциации. То есть исходя из новой информации, получаемой в системе, активировать нужны те или иные правила. То есть не проверять все подряд, все, что нужно и все, что не нужно, а именно активировать только те правила, которые нужны. Вот. И это как раз тема для целого направления, связанного с движками правил. Они так называют business rule engines. То есть тот самый случай, когда у вас уже правила не узкоспециализированные, которые заточены под конкретную точку принятия решений, под конкретные входы, конкретные выходы, а заточены больше под работу с некоторой огромной базой фактов. То есть правила, например, на входе там у него всего три факта, на три факта она работает. А работает изначально у нас база, в которой там сотни и тысячи фактов. Вот. И, соответственно, вы добавляете, например, новое событие, в эту базу и система должна активировать только те правила, которые относятся к изменившемуся факту. То есть она уже до этого активировала все факты, которые для существующего состояния базы, базы данных, которая у вас хранит, описывает текущую ситуацию. И, по сути, ваша задача в том, чтобы при появлении новых данных активировать только те правила, которые к этим данным относятся. Вот. Это то, что в коммунде на мой скромный, то есть мое скромное исследование показало, что в коммунде этого нет. У них просто есть база, которая каким-то образом, вернее, не база, есть просто табличка с правилами, которая локальная, которая в конкретной точке позволяет вам описать, как принимать решения. Вот. Там, насколько я понял, нет такого, чтобы вы создали огромную базу правил из сотен тысяч правил. И она каким-то эффективным образом позволяла вам активировать только те правила, которые соответствуют изменившимся фактам. То есть там, в принципе, нет такого понятия, как история. У вас есть только входы и выходы, у вас нет как бы истории. То есть она не накапливает никакого состояния. Вот. Но коммунда не единственная система, и мы сейчас сначала посмотрим, как предлагается такую задачу решать в целом. Потом посмотрим, какие продукты, ну, в принципе, какие пакеты бывают для того, чтобы такие системы реализовывать. В целом, они строятся по тому же самому принципу, то есть описание процессов, точки принятия решений. Но при этом они еще дополнительно содержат в себе возможность хранения некоторой ситуации. Вот. Как правило, такие ситуации называются фактами. То есть, вернее, не ситуации, а ситуация, то есть сама система с окружающим миром, он описывается набором фактов в окружающем мире, который доступен для системы принятия решений. Вот. И есть, соответственно, правила, которые позволяют, используя факты, основываясь на фактах, создавать некоторые решения. Вот. Это такая, такого рода постановка, такого рода модель, она носит название продукционных систем и правил. Это такой наиболее популярный способ построения экспертных систем, то есть искусственного интеллекта, построенного на логике. То есть, опять-таки, в основе лежат правила, их называют продукционные правила, то есть, есть у них левая часть, это условие, есть правая часть, называют ее продукция, или некоторые действия. Действия, как правило, стоят в том, что вы опять-таки создаете, или модифицируете, или удаляете существующие факты. И у вас есть рабочая память, память вашей системы, которая эти факты хранит. То есть, изначально, когда вы систему запускаете, в ней может быть вообще не быть никаких фактов. Как только происходят какие-то события, они добавляются в эту рабочую память как некоторые факты, как некоторые сущности. Сразу же, если эти факты подходят, значит дальше есть алгоритм поиска сопоставления правил и фактов, то есть, некоторый поиск паттернов в вашем памяти для того, чтобы активировать правила. И при активации правил срабатывают продукции, как их называют, которые, по сути, тоже создают факты. То есть, у вас получается такой замкнутый цикл. Вы добавляете факты в рабочую память, у вас активируются правила, эти правила начинают создавать новые факты, либо модифицировать, либо удалять. Заново активируются новые правила и начинается такая вот мыслительная деятельность, итеративная, рекурсивная, которая, в конце концов, выводит вам некоторый результат. То есть, такого рода система, в отличие от того, что предлагает Камунда, позволяет вам делать некоторые цепочки рассуждений, моделировать цепочки рассуждений, когда, например, из одного факта получается другой факт, из этого факта получается третий факт, из третьего четвертый. Таким образом, система приходит к некоторому заключению, которое, опять-таки, описывается с помощью фактов. И на выходе работы такой системы вы просто проверяете какие-то факты, ассоциированные с конкретными действиями. Если фактов нет, вы ничего не делаете, если факты есть, вы начинаете выполнять определенные действия. Значит, в таких системах сразу же появляется вопрос, например, приоритетов, то есть, у вас на какую-то рабочую область, где есть огромное количество фактов, может сработать целый ряд правил. И последовательность применения этих правил, с учетом того, что каждое правило тоже меняет рабочую область, рабочую память, создает новые факты, меняет, удаляет их. Последовательность выполнения правил, она тоже имеет значение. Вот, поэтому дополнительно в таких системах еще появляются разные стратегии управления приоритетами, выделения групп, то есть, это называется процесс устранения конфликтов. Вот, то есть, вот такого рода системы, они более сложные, чем то, что вот в коммунде мы рассматривали. Вот, и они уже, как правило, относятся именно к системе искусственного интеллекта, формально-логическим, которые позволяют вам получать нетривиальные решения. Часто даже используют это для того, чтобы просто, ну, то есть, если представить, то есть, тут как бы два вопроса. Первый, вы можете с помощью таких систем принимать решения, во-вторых, с помощью таких же систем вы можете, например, искать противоречия в системах, в системах правил, да, то есть, у вас могут быть правила, например, законы какие-то, там, конституции и так далее. Вы можете формально их описать и, используя движки логического вывода, вы можете не только ответить на вопрос, что нужно сделать в каждой конкретной ситуации, ну и, например, попытаться найти противоречие. Соответственно, у вас есть там прямой вывод, обратный вывод правил, вот, то есть, начинаются уже такие достаточно нетривиальные задачи решаться, которые можно в целом уже квасифицировать как некоторую такую интеллектуальную работу, которую раньше обычно делал человек. Вот, это то, что касается такого общего вводной по движкам, значит, ну и чисто исторически, если сейчас уже переходить к тому, как такие системы могут работать, чисто исторически, там, 30 лет назад был предложен даже больше 30 лет назад алгоритм по работе с правилами, который как раз-таки занимается не полным перебором всех возможных правил по всем возможным фактам, что в большинстве случаев просто нереализуемо в силу того, что слишком высокие вычисленные сложности. И это, в принципе, избыточно. Каждый раз проверять одно и то же, если у вас ситуация в вашей системе, которую, ну, ваша система наблюдает за реальным миром, накапливает некоторые факты, соответственно, правила срабатывают, что-то меняют. То есть, в целом, задача выбора, какое правило должно сработать, оно не обязательно требует перебора всех возможных вариантов при условии, что у вас какая-то была уже предыстория работы системы. То есть, система начинает работать с ситуацией, когда у вас ничего нет, нет никаких фактов, и дальше в процессе работы появляются новые факты, они появляются не мгновенно, они постепенно накапливаются, история, память постепенно накапливается. Вот, такой итерационный процесс. Один из таких алгоритмов, один исторически первых, это был алгоритм РИТЭ, который позволяет вам построить такую цепочку логического вывода, сеть принятия решений для того, чтобы ускорить этот процесс, процесс выбора правил в первую очередь. Потому что, опять же, как уже много раз повторил, у вас факты, они накапливаются постепенно в процессе работы системы. То есть, события происходят, факты накапливаются. Соответственно, алгоритм РИТЭ позволяет вам построить систему, которая будет активировать только те правила, которые должны быть, должны сработать при изменении условий окружающего мира. Ну, соответственно, структура его относительно простая, есть исходные наборы правил, там, если то, они раскладываются на вот такую вот сеть, направленный, некоторый направленный граф, где есть деление на типы фактов, то есть, ваша система обычно описывается не одним каким-то фактом какого-то одного типа, например, там, цвет, а разными фактами, например, там, автомобиль, там, собака. У каждого типа фактов есть свои свойства, у человека, там, имя, возраст, там, фамилия, место жительства и так далее, там, у машины, там, цвет, госномер и так далее, там, у собаки, там, кличка, порода и так далее. То есть, есть определенная типизация фактов, она, в принципе, очень разумная, вот, изначально закладывается в этот алгоритм, который позволяет вам проводить там первое, первое деление вообще всех ситуаций на вот такие штуки, на разные типы анализируемых фактов. вот, дальше есть так называемая альфа-сеть, это сеть, которая содержит в себе информацию о паттернах анализа отдельных сущностей, то есть, если мы берем там сущность человек, то какие вообще есть условия, какие есть условия внутри правил, которые задействуют такую сущность, как человек. Соответственно, задача этой сети в том, чтобы проверить вот входящий факт, человек, там, Петров, которому 35 лет, который живет там-то, есть ли для него такие правила, есть ли, в принципе, для него какие-то условия, потому что условия может быть такое, что человек с возрастом больше 60 лет. Петров под это вообще никак не подходит, соответственно, в принципе, нет смысла искать какие-то правила вообще. То есть, первая вот эта альфа-сеть, она отвечает за то, чтобы проверять текущий факт. Он вообще где-то используется в правилах с учетом тех правил, которые есть. То есть, простые элементы, когда у конкретного сущности с ее типом проверяются конкретные атрибуты. Соответственно, проверяя вот эти атрибуты, можно понять, есть ли вообще правила, в которых такая сущность может быть полезной. Или, например, на уровне проверки уже отдельных атрибут, сразу понятно, что она ни в какие правила не вписывается. Нет смысла ничего дальше проверять. Соответственно, там для таких вот простых значений строится альфа-сеть, которая позволяет вам простые вещи проверять. Понять вообще вот эту сущность, она вообще в правилах будет задействована или нет в целом. И есть вторая часть, это бета-сеть, которая занимается объединением простых правил. То есть правил, связанных с отдельными сущностями, с отдельными типами. Ну, это такие как бы не правила, это, скажем так, сегменты правил, паттерны правил. Вот. И бета-сеть, она их объединяет. То есть она берет, например, правила, связанные с собаками, правила, связанные с автомобилями, и через бета-сеть, где каждый узел бета-сети объединяет в себе два входа с альфа-сети либо с бета-сети, она позволяет выстраивать такое дерево, которое собирает более сложные правила, состоящие из нескольких сущностей. То есть, например, если там Петров с возрастом 35 лет, вернее, если человек с возрастом меньше 18, и автомобиль такой-то, то, соответственно, может ли или не может ли он ей владеть, например, этим автомобилем. То есть две разных сущности в правиле. Мы проверили, что там Петров удовлетворяет условия, и проверили, что там автомобиль каким-то условием удовлетворяет. И дальше мы начинаем объединять правила, то есть мы начинаем искать правила, которые соответствуют вот этим двум сущностям, вот этим двум элементарным правилам. Таким образом, там в виде дерева тоже все это сворачивается, и приходят уже в итоге к конкретному какому-то правилу, которые активируются и не активируются. И таким образом происходит добавление новых фактов в систему. То есть они таким образом... То есть, грубо говоря, у вас уже накоплена некоторая предыстория принятия решения. То есть каждый факт, проходя через это дерево, он оставляет в нем свои следы. То есть с каждой ячейкой ассоциированы некоторые списки того, кто через эту ячейку проходит и кто удовлетворяет этим правилам. Соответственно, когда приходит некоторый факт внутрь бета, куда-нибудь сюда, проверяются факты, грубо говоря, справа, которые приходили, есть ли хоть что-то удовлетворяющее вот этому правилу. То есть не пытаются теперь пересчитывать все, что было вот здесь, связанное с верхним типом сущностей, а просто проверяется вот из этого списка, было ли здесь что-то или нет до сих пор. Если было, то берется просто кросс-продукт, то есть полное пересечение, все комбинации, и таким образом запускаются правила для этих комбинаций. То есть таким образом нет смысла пересчитывать все, что уже было посчитано. То есть считается только то, что ассоциировано с новым правилом. То есть оно с новым фактом. Новый факт просчитался по альфа-сети, активировал все альфа-узлы. Эти альфа-узлы, в свою очередь, активировали бета-узлы. Значит, бета-узел, если нужно, подтянул результаты прошлых вычислений по своей правой части, которая не связана с текущим фактом. И таким образом принимается решение, активировать правила или нет. Соответственно, активировав правила, формируется так называемая повестка, или там адженда ее называют. То есть список правил, которые активировались при добавлении нового факта. И применяя некоторые стратегии разрешения конфликтов, запускается само правило на выполнение, то есть его продукция, которая может либо добавлять новые правила, либо факты, либо новые факты добавлять, либо модифицировать факты, либо удалять их вообще. Тем самым, соответственно, снова запускается этот процесс повторно. И она может так двигаться, 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 пока не придет к тому, что ее состояние новое после очередной продукции. Ну, то есть либо нет вообще никаких правил, которые срабатывают, либо правила приводят к тому, что ничего не происходит, то есть факты не меняются. Вот это означает, что все, логический вывод закончился, и мы теперь сидим, ждем, спим, пока не придут следующие факты к нам. Вот такая общая идея алгоритма РИТЭ, которая в двух словах схематично описывает, как вообще можно организовать такую более сложную интеллектуальную систему принятия решений, которая действует по правилам и некоторые рабочие области. То есть не просто вход в правилах, как в коммунде, где просто есть входы, и на них считаются выходы. А более хитрое, где у вас появляется некоторая память, рабочая область, рабочая память, которая хранит в себе ваши знания об окружающем мире. Ну, вернее, не ваши знания, а те факты об окружающем мире, которые есть. Знания складываются из двух частей. Первое – это предыстория, и второе – это правила. Вот, соответственно, в коммунде у вас есть только правила, и все, никакой предыстории нет. Вот в системах более сложных, построенных на алгоритме РИТЭ, есть уже некоторая память. Есть некоторое понимание. Система уже начинает как-то накапливать информацию об окружающем мире и использовать ее для принятия решений. Вот, это, наверное, в двух словах про алгоритм РИТЭ. На самом деле он гораздо сложнее. Есть множество его модификаций. За 35 лет придумали огромное количество изменений. Там есть РИТЭ-2, РИТЭ-3, РИТЭ-4, РИТЭ-5 и различные ответвления от этого алгоритма. Есть отдельные плюсы и минусы у РИТЭ. Соответственно, из-за того, что есть минусы, появляются новые алгоритмы, которые не используют эту идею про альфа-бета-сети. Вот, то есть это, на самом деле, целая огромная область, на которую мы не будем акцентировать свое внимание, потому что это не предмет нашего курса. Вот, наш курс, он такой обзорный. Вот, и в целом, если вы поймете разницу между вот коммундой, которая просто перебирает все правила, и тем, что есть алгоритмы, которые позволяют делать это более эффективно, соответственно, у них есть свои плюсы, свои минусы, плюсы, скорость, возможность хранения памяти, возможность некоторого понимания контекста и цепочек логического вывода. Минус в том, что, поговорим про минусы, в том, что нужно очень много памяти, чтобы все это хранить, все запоминания, запоминать это. Вот, да, наверное, пока на этом все. Значит, сейчас будет перерыв. Продолжение следует...